Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видеозапись для портала экзегет.ру. Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Амоса. По мнению большинства современных исследователей, это самая первая пророческая книга, самая первая из пророческих книг. Эта книга разбита на девять глав, и о каждой из этих глав мы с вами поговорим. Первая глава сегодня у нас с вами, и начинается она обычно, как многие пророческие книги, с представления священного писателя, автора, и с того времени, на какое время выпадает его пророчество. Слова Амоса, одного из пастухов Фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Азии царя Иудейского и во дни Иераваама сына Иоасова царя Израильского за два года перед землетрясением. Этот первый стих, первой главы книги Амоса, можно считать своего рода титульным листом, в видением, заявляется автор и заявляется время написания, время, точнее, пророчествования, время, на которое приходилось пророческое служение пророка Амоса. Время — это восьмой век до Рождества Христова. Долгое царствование Иеравама второго израильского царя приходится на 787-747 годы до Рождества Христова. Царствовал он 40 лет. Причисляются также другие цари, время царствования которых примыкает ко времени царствования Иеравама сына Иоасова. Также дается указание, которое позволяет определить хронологию, позволяет более точно определить датировку за два года перед землетрясением. Землетрясение — это известное, и ученые его с довольно большой точностью датируют. По нашему летоисчислению здесь также говорится о том, что Амос был одним из пастухов фикойских. Удивительно, что не слова пророка Амоса, а слова просто Амоса, одного из пастухов фикойских. Это его профессия. Точнее, он не был простым пастухом, насколько романтичным не был бы образ такого простого человека, которого Господь посылает пророчествовать для сильных мира сего и обличать их, обрушивать на их головы Божий суд. Он, видимо, был владельцем больших пастухских стад, был большим скотоводом крупным. А также он, как мы узнаем из дальнейшего содержания его книги, он и занимался также сезонным растеневодством, как он сам о себе будет говорить. Он собирал сикаморы. Сикаморы — это вид смоквы, вид фигового дерева, один из подвидов. Селение Текуа, Текуа, Фикоя, в нашем переводе синодальном, которым мы пользуемся, расположено, это небольшое селение, на юг от Иерусалима и также на юг от Бейтлехама, от Вифлеема, примерно в 8-9 километров от Вифлеема. Сейчас в этой местности, кто обывал на границе Иудейской пустыни, находится арабская деревня Текуа, а также неподалеку от этой арабской деревни Текуа находится Маале Амос, современное еврейское поселение. Дальнейшее содержание первой главы и какой-то части второй главы посвящено суду Божию, но не над Израилем, а над окрестными, окружающими Израиль народами. Произносятся семь пророчеств, обращенных к разным окружающим страну Израиля народам, странам. Но предваряется все это таким стихом вторым. «И сказал он, то есть Амос, Господь возгремит Сиона и даст глаз свой из Иерусалима и восплачут хижины пастухов и иссохнет вершина Кормила». Задается основная тема книги. Основная тема – это суд Божий над Израилем. Следует заметить, что перевод синодальный, который мы привыкли пользоваться, не всегда удачен. Здесь сказано «Господь возгремит Сиона». В оригинале, в древнееврейском тексте, сказано «Адунай Митсион Ишаг». Глагол «шааг» – здесь использована имперфектная форма «ишаг» – означает «рычать». Вот как рычит лев, когда описывается этот львиный рык, используется этот же самый глагол «шааг». Буквально можно перевести так. «Господь» – священная тетрограмма, четырехбуквенное имя, которое переводится на русский язык обычно словом «Господь», «Господин». «Господь зарычит Сиона» и даст голос свой из Иерусалима. Можно себе представить эту картину гора Цион, Святой Град, Иерусалим. И вот оттуда раздается этот грозный львиный рык. Когда рычит лев? Лев рычит, когда перед ним добыча. Своим рыком он парализует того зверя, который перед ним. Когда в лесу, в темном лесу, а когда-то вся святая земля была покрыта густыми лесами, когда в этом лесу раздается рык царя зверей, льва, то ужас и страх и паралич, можно даже сказать, охватывает все живые существа, всех обитателей этого леса. Здесь Господь изображается в образе льва, рыкающего. Сиона из Иерусалима и рычит он в направлении севера, в сторону Израиля. Северное израильское царство. Вот туда, в ту сторону, из Иерусалима, раздается львиный рык. Почему мы делаем его, что туда? Потому что здесь говорится о вершине Кармила. Кармиль — это горная гряда на севере Израиля. очень зеленеющие холмы, всегда покрытые зеленью. Все они, абсолютно все. И там, под этими холмами, под этими горами расположена одна из самых пространных, самых просторных долин. Там же гора Мегиддо. И вот сказано, что иссохнет от этого рыка, от этого грозного рыка львиного, рыка Господня, рычанья, иссохнет вершина Кармила. Трудно себе представить, чтобы вершина Кармила всегда зеленеющая, всегда покрытая зеленью, вдруг высохла. Но вот этот яркий образ дается пророкам Амосам, чтобы показать, насколько мощный, насколько сильный, насколько грозный этот рык, что даже вершина Кармила иссохнет. И восплачут хижины пастухов. Пастухи, живущие в своих шатрах, в своих палатках, которыми покрыто и в древности была, и сейчас эта земля, вообще весь Ближний Восток, там много кочевничества, много пастушества. Написано, что восплачут, буквально облачатся в траурные одежды, облекутся в траур. Эти самые хижины пастухов. То есть пастухи будут рыдать, видимо, потому, что будут умершие в этих их палатках, в этих их хижинах, будут те, кого следует будет оплакивать. Следует сказать, что в Священном Писании рычит не только лев. Несколько раз, например, в Псалмах мы встречаем этот глагол, когда говорится о рыкане, рычании человека. Но когда рычит человек, это значит, он рыдает, это он плачет, это он горько стинает. Замечательный перевод, такая строчка содержится в 37-м Псалме, например, где говорится «Рыках от воздыхания сердца моего». Говорит псалмопевец о себе в этом скорбном 37-м по нумерации Танаха 38-м Псалме «Рыках от воздыхания сердца моего». Там тот же самый глагол «Шааг». А вот здесь рычит лев, а точнее рычит Господь. Господь предстает здесь в образе льва. Дальше, в 3-й главе, например, мы услышим такие слова «Лев начал рыкать». Кто не вздрогнет, Господь Бог повелел, кто не будет пророчествовать. И вот этот лев, он рычит против Израиля, в сторону Израиля, парализуя таким образом Израиль. Израиль — это жертва. И вот самим этим рычанием, самим этим рыком является с одной стороны сам пророк. Те слова, которые будет произносить Амос, это будут не его слова, он будет предварять свои пророчества фразой «Ко Амар Адунай», так говорит Господь, и будет изрекать не свои слова, а слова Господни, и это будет подобно львиному рыку. Он будет обращать этот грозный рык и озвучивать это божественное слово, этот божественный грозный суд, этот рык божественный народу Божию Израилю. И сам пророк, с другой стороны, он был вынужден пророчествовать, он не собирался быть пророком. Об этом будет говориться в 7 главе во время описания его столкновения со священником Амацией, Амос будет от себя говорить и свидетельствовать, что он не пророк, он не сын пророка, он, как здесь сказано, был пастухом и собирал сикаморы. Но вот Господь ему повелел и заставил пророчествовать. Пророки это глашатай. Пророки не могут ни прибавить, ни убавить к божественному слову. Как князь или как царь посылает своих вестников провозгласить свой указ или свое повеление, и глашатай собирает на площади народ, на городской площади, площадь это центр социальной жизни и зачитывает этот указ. Вот лучше всего, пожалуй, образ глашатая древнего или средневекового подходит для описания роли и значения пророка. Пророк, он вестник, и прорекает он слово пророк славянское замечательно, он прорекает божественное слово. Следует заметить, что еще здесь говорится, я немного возвращусь к первому стиху, слова Амоса, которые он слышал в видении. Слышал здесь добавлено курсивом, синодальным переводчиком, поскольку в тексте этого слова нет, буквально слова, которые он видел. Необычный образ выражения, но вполне свойственный для библейского языка. Видение, вот этот хазон, этих видений будет несколько, конкретно их будет пять в его книге, они будут в конце книги, в последних главах. Пророчество может состоять в видении, может состоять в слове и может состоять в пророческом символическом действии. Вот мы увидим, мы будем читать о видениях, будет много также устных пророчеств и даже найдем символическое действие, которое совершит пророк Амос в которое будет вставлено в одно из его видений. А дальше собственно Священное Писание, первая глава книги пророка Амоса переходит к описанию тех судов, которые будут, к провозглашению точнее, тех судов, которые будут совершаться Богом, Господом, Господом Израиля и всего мира, владыкой мира над всеми окружающими Израиль народами, над всеми окрестными царствами, государствами. Начинается же это суда над Дамаском. Так говорит Господь, за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаат железными молотилами. Под Дамаском здесь метанемия, под частью мы понимаем целое, под Дамаском следует понимать Сирийское царство, точнее Южно-сирийский союз городов-государств под руководством Дамаска. Было два объединения сирийских в те времена городов. Северным руководил царь, северным объединением сирийским руководил царь города Хамат, в синодальном периоде это Ямаф, нынешняя Хама в Сирии, а южным Дамаск, Дамесок. И вот здесь пророчество обращено к этому сильному, могущественному Дамасскому царству. Следует сказать, что ассирийцы очень долго не могли захватить Дамаск. И только в 732 году Теглад-Паласару Третьему удастся это совершить. После многих и многих попыток его предшественников в 732 году до нашей эры Теглад-Паласар Третий, великий реформатор ассирийской державы, возьмет Дамаск. Но здесь во времена в эпоху Амоса, в эпоху Иравама II царя Израильского, это, можно сказать, был пик израильского могущества, военного, политического, и даже был момент, когда власть израильского царя простиралась и на Дамаск. В этот период Дамасское царство было сильным, могущественным, независимым и подчинял себе многие окрестные другие города и царства, и очень влиятельная была у него внешняя политика, причем не только царства арамейские, сирийские, но и другие окрестные. И вот говорится здесь за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его. А перечисляется дальше лишь одно преступление, то преступление, видимо, которое переполнило чашу терпения Господне. Здесь используется этот числовой стих, числовая формула, которую мы встречаем и в других частях Священного Писания. Формула три-четыре, три преступления, четыре, не пощажу, а перечисляется потом одно. Такой риторический прием говорится в общем-то о главном, об основном преступлении. И что же это за преступление? Четвертый стих. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада. Хазаэль бен Хадад, вот этот царь Дамасский Хазаэль, он так сильно прогневал Господа, что Господь пошлет огонь на его дом, то есть на его династию, на него. И закрушу, говорит, затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в кир, говорит Господь. Все дальнейшие пророчества, суды над другими народами, будут строиться по той же схеме, что и суд над Дамаском. Та же самая предваряющая формула, три-четыре преступления, не пощажу, и пошлю огонь на, дальше называется, дом, или царь, или столица, название столицы и пожрет чертоги этот огонь и так далее, что столица будет захвачена, разрушена, и будет наказание, будет суд, будет месть Господня за то или иное преступление. Здесь сказано не пощажу, и это будет повторяться всегда, не пощажу. Буквально ло ащивенну означает не отзову, не возвращу, не возвращу своего судебного решения, своего судебного вердикта. Господь настаивает, как бы не умоляли, как бы не просили, чаша моего терпения переполнена, и я уже не отменю своего приговора над Дамаском, над филистимлянами, дальше и так далее, ло ащивенну, не отменю своего судебного постановления, своего судебного вердикта. О чем этот вердикт? О том, что наступит разрушение. Наступит наказание грозное, божественное. Вот здесь, собственно говоря, за что же судится Дамаск? Вот мы можем задать себе вопрос. Здесь об этом не говорится. Здесь, в данном случае, когда и говорится о суде над Дамаском, не называется его преступление. В дальнейшем в судах над другими народами эти преступления будут называться. Но Дамаск стоит первым, как, наверное, на те времена самый важный внешнеполитический партнер Израиля и даже союзник. Пройдет совсем немного времени и после Рава II Израиль вступит в военную коалицию с Дамаском и вместе нападут на Иерусалим. В то время, когда молодой царь Ахаз будет укрываться за стенами Иерусалима. Так называемая Сиро-Эфраемитская война состоится коалиционных сил Израиля и Дамаска против Иудеи, против Иерусалима. И Ахаз будет в страхе и трепете, но к нему обратится с пророчеством Исаия и успокоит его и утешит, как об этом говорится в первых главах книги пророка Исаии. Мы можем лишь догадываться о том, что за преступления совершал Дамаск. Видимо, они носят тот же самый характер, который и преступления филистимлян или финикийцев, аммонитян, мавитян и других, о которых будет идти речь ниже. Это преступления военного характера, это преступления также против человечности, жестокость, несправедливость, торговля военнопленными и другие подобного рода преступления. Преступления религиозного характера будут обличаться пророком, когда будет произноситься суд над Иудеей в начале второй главы. О суде Божьем над Израилем, который носит совершенно особый характер, мы поговорим дальше. Замечу еще, что все эти суды над окружающими Израиль народами, Израильское царство народами, эти суды, они носят предварительный характер, они помогают читателю, ну а когда-то слушателю пророческих речей, помогают настроиться на главный суд, на тот, которому, собственно, посвящена эта книга, суд, который занимает большую часть содержания этой книги, суд над народом Божьим, над народом Израильским. Второй суд над филистимлянами. Филистимляне, полиштим, народы моря, которые пришли когда-то на восточное побережье Средиземного моря, в долину Шфела, завоевали пять финикийских городов, здесь будут перечисляться не все из них, а лишь три. Это, в общем-то, были народы, по всей видимости, близкие древним грекам. По всей видимости, это были выходцы из Крита. Так говорит Господь, за три преступления Газы называется главный город, как в случае с Дамаском, выше назывался главный город сирийцев, так здесь называется главный город филистимлян. За три преступления Газы, то есть всех филистимлян, и за четыре не пощежу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому, и пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота, и держащего скипетр в Асколоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь. Здесь преступления также гуманитарного характера, преступления против человечности, жестокость в отношении пленных, какой-то, может быть, предательство в ходе завершения каких-то военных конфликтов, и передача, вот, все состояло в передаче пленных Эдому. Эдом, расположенный от Израиля за Иорданом, а точнее даже на юг, от Святой Земли на юго-восток, вот этот Эдом, Идумея, часто страна была неприятелем израильтян. В свое время Давид подчинил себе Эдом, и эдометяне признали власть Давида, но всякий раз, когда Израиль слабел, или Иудея слабела, то Эдом старался вернуть себе свою независимость. В последние века перед пришествием спасителя Христа Израилем Эдом принял, Эдометяне приняли веру Израиля, иудаизм, и мы знаем, что последние цари династии, последняя династия Ирода, они были Эдумеями, поэтому, собственно говоря, их власть была в глазах народа, благочестивых людей, нелегитимной, потому что они не были из потомков Давида, они были Эдумеями. Эдома мы часто встречаем на страницах Священного Писания потомки Эсава, брата Иакова, целый народ, большой, и здесь, в частности, в книге пророка Амоса изрекается суд над филистимлянами за то, что филистимляне поступили жестоко с пленными и выдали их, видимо, на истребление Эдому, который, следует так предположить, был в какой-то период военным союзником филистимлян. А суд над Эдомом будет прозвучить чуть ниже. Его предваряет суд над Тиром, 6-9 стих. Так говорит Господь, за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Тир, Цор, современная южная часть Ливана, был в то время главным городом финикийского морского союза городов-государств. Первыми колонизаторами Средиземноморья были финикийцы. Это были торговцы, это были мореплаватели. Они колонизировали в 11-10 веках до н.э. они колонизировали все Средиземноморье и вышли за его пределы, колонизировали берега Атлантического океана, там, где сейчас Португалия, Марокко, и даже отправляли свои корабли к Британским островам, откуда они привозили Олова. Они основали множество колоний, основали Карфаген, основали Олисси по будущей Лиссабон, Гадес, нынешний Кадес в Испании и много-много других городов. Существует даже предположение в науке исторической, что финикийцы за два с лишним тысячелетия до Вашкудагамы обошли вокруг Африки на своих кораблях, на своих судах. Это было мощное, очень богатое, сильное государство, и здесь называется его столица, город Цор, город Тир, что буквально значит скала. Это был остров. Александр Македонский насыпет насыпь, сделает его полуостровом, и если я не ошибаюсь в количестве две тысячи жителей распнет на крестах непокорных жителей Тира в четвертом веке до нашей эры Александр Македонский захватит впервые Тир. А вот здесь Тир еще независимый и изрекается на него суд. Тир, который, видимо, был союзником филистимлян в каких-то военных действиях, которые здесь не описываются, также передал пленных Эдому. И не вспомнили они Братского Союза. Не вспомнили Братского Союза, который у них был, как мы помним, с Израилем. То есть мы можем догадаться, что речь идет о пленных израильтянах. Этот Братский Союз был заключен при царе Соломоне, когда породнился. Соломон со всеми породнился, у него было много жен, наложниц, и его жены были чаще всего принцессами тех или иных царств государств. Но мы знаем еще один очень грустный брак. Знаем, когда две династии породились, но не Тирская династия, а Сидонская. Когда принцесса Сидонская вышла замуж за израильского царя, за Ахава, звали ее Иезавель, и ничего хорошего этот брак не принес. Брак, который привел к тотальному насаждению ваализма, и религия Ваала стала во времена Ахавы и Изавели государственным культом израильского царства. И с этим культом боролись, сражались такие пророки, как Илья и Елисей. И с Тиром будет то же самое, что и с Газой, и что и с Дамаском. Пошлю огонь на стены Тира и пожрет чертоги его. Дальше провозглашается наконец суд от Эдома, который был уже дважды помянут. Так говорит Господь. За три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость ярость и пошлю огонь на Феман и пожрет чертоги Вассора. Феман, Вассор, Тейман, Боцра это, собственно говоря, земля Эдома, на юг расположенная от Израиля, на юг, на юго-восток. И здесь говорится о преследовании брата мечом. Нельзя не вспомнить здесь, кто является братом Эдома, братом, близнецом, это Иаков, а израильтяне потомки этого самого Иакова Израиля, от которого произошли все 12 израильских колен согласно книге Бытие. Когда Израиль слабел, Эдомитяне, как, впрочем, и другие говорили, свергнем с себя иго их, хватит уже нам подчиняться израильтянам. А когда последствия Иерусалим будет захвачен вавилонянами, науходоносором, Эдомитяне будут злорадствовать, злорадствовать. И будет псалмопевец слагать стихи об этом злорадстве и называть дочь Вавилона окаянной, а жителей Эдома призывать тоже месть Божию и Божественный гнев, потому что Эдомитяне поддерживали врагов иудеев, этих самых вавилонян поддержат в VI веке до Рождества Христова. И будут злорадствовать, когда Израиль будет истреблен, и когда Иерусалим будет разрушаться, и храм будет сожжен. Но это будет в будущем. Этому еще только предстоит совершиться. Но уже во времена Амоса жители Эдома были достойны того, чтобы их подвергнуть суровому божественному наказанию. И вот Фиман и Боцра будут сожжены огнем, их чертоги, дворцы царские будут уничтожены вместе со своими обитателями. Следующий суд над Амманитянами, этим судом завершается первая глава. Амманитяне и Муавитяне это двоюродные, можно сказать, троюродные братья израильтян, потомки племянника Аврамова Лота. Их происхождение описывается в книге Бытие. Они не могли войти в израильский народ, в отличие от Эдомитян. Их с трудом принимали. С трудом они могли становиться израильтянами, иудеями. Но мы знаем замечательный пример Муавитянки Руфи, которая стала прабабкой Давида, которая вошла таки в народ израильский, потому что она была не Муавитянином, а Муавитянкой, так некоторые объясняют. Но предваряется суд над Муавом, судом над Амманитянами, Аммон, потомки сынов Аммона. Так говорит Господь, за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощежу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани, с вихрем в день бури, и пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. все это совершат ассирийцы. Рука Божия, они будут как бы бечом в руке Божией, наказующим, мечом в божественной руке вот эти ассирийцы. И не ассирийцы на самом деле будут наказывать Дамаск, Филистимлян, Тиры, Дом, Амманитян, Мавитян и так далее, а сам Господь их руками, руками ассирийцев. Вот здесь обличается жестокость амманитян. Они рассекали беременных во время захвата Галаада, расширяли свои амманитянские пределы за счет сопредельных территорий, в частности местности Гил-Ад. В общем-то израильская территория, они ее захватывали, этот Галаад, Гил-Ад, и расширяли свои пределы. Но чтобы эти пределы за собой закрепить, они рассекали беременных. Обычное действие для войн того времени, жестоких войн, разрубить беременных, рассечь, разбить младенцев, это значит лишить народ будущего. Если нет беременных женщин и нет детей, значит, у народа нет будущего. Поэтому, когда захватывали города, всех беременных рассекали напополам вместе с плодом чрева их, а всех младенцев брали за ноги и разбивали головой об камень, как об этом говорится в 136-м псалме. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцы твои о камень, дочь Вавилона окаянная. Равва. Равва – это столица Аммона. Здесь описывается день захвата этой столицы, чертоги будут взяты, крики будут в день брани, в день битвы, вихрь, погубит, словно буря, уничтожит столицу и ее обитателей. Вот так завершается первая глава книги пророка Амоса, а дальше во второй главе будет продолжение судов Божьих над окрестными, окружающими Израиль народами, и начнется описание суда над Моавом, а затем уже автор перейдет к описанию суда над Иудой и дальше над Израилем. Главное будет звучать тема книги пророка Амоса. Эта видеозапись делается для библейского портала exeget.ru израилем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...